Доброе утро! Я проснулась за 12 часов дня, в принципе, как и всегда. Сейчас где-то уже пол первого, я точно не знаю. Короче, сегодня я решила снять такое видео, но не сегодня, еще и завтра, плюс... Короче, я буду снимать видео, как проходят мои выходные. Возможно, это кому-то интересно. Возможно, как всегда, никому не интересно. Но я не знаю. Во-первых, просыпаемся мы всегда вот так вот. Вот. Джессика всегда вот так под одеялком, потому что она мерзнет, правильно? Смотрим на градусник. Смотрим, что там все хорошо. Но Джессика почему-то вечно мерзнет, да? Покажи морду. Ай, вылезла. Уйди во влоге. Убежала. Нормально вообще. Короче, я уже успела позавтракать. Попила зеленого чая, это самое важное, во-первых. Что я сегодня завтракаю? Сегодня я завтракала бутерброды. И пила чайок. Джесси, что ты там делаешь? Наверное, в окошко хочет посмотреть. Я тоже хочу посмотреть в окошко, я уже открыла шторы. Здесь лежат елки, плюс совместимость и мои штаны. Потому что в гардеробной там небольшие проблемы с шкафом. И поэтому шкаф стоит сейчас посередине. А матрасы, которые лежали там и елки, лежат у меня здесь. Но мне это не нравится. Да, Джесси? Ну, понятно, в принципе, да, на подоконнике. Здесь почти ничего не было. Но ладно. Короче, на улице у нас, как всегда, снежно. Снег идет до сих пор. Метель небольшая такая. По крайней мере, с той стороны видно. Она такая маленькая, но она метет. Капец. Ну, шо ты хочешь? Короче, вот как-то так. Джессика усилась на мое полотенце. Ну, понятно, да? У меня тут есть цветочки. Видите, цветочки. Мама с папой сейчас повели, и бабушка повели Лилю на танцы. Так как у нее на 12 танцев. А у меня на 3 сегодня. Вот, на 3. На 3 танцев. Так что мне нужно успеть. Я буду потихонечку, возможно, собираться. Ну, по крайней мере, я пойду умоюсь, почищу зубы, соберу собаку. Давай подоконник, дурачок, ты упадешь. Во-первых, я поняла, что я вчера не умылась, и по совместительству не смыла тоналку. Ладно, ну, ничего страшного. Сейчас умоемся, и все будет супер. Мываясь я вот такой вот тоналкой. Тоналкой я умываюсь, поняли? Мываясь я вот такой вот умывалкой. Убираем эту прекрасную утреннюю прическу. Вот, кстати, я еще поняла, что я неудобно спала, потому что у меня болит шея. Я наравливаю шла в чат, мне ложь тут. У всех может болеть шея, правильно? Умываемся. Как видите, эта щеточка уже покрасилась в свет тоналки. Вот тут вот можно заметить. Поэтому я не смываю ее тоналку. Все, я умылась, уже почистила зубы. Сейчас еще нанесу вот такой вот кремик. Вот такой вот кремик. Кот, кстати, очень хороший, действительно. Это у меня уже какая-то вторая банка, я не помню. Тут ее очень много, я не пользовалась за полгода. Сейчас я про него вспомнила, и теперь машут каждый день. И очень классно, кстати. Да-да. Стульчик у меня стоит сзади, поэтому мне линию выбрали. Короче говоря, я уже собралась на танцы. Сейчас бегу на танцы по-быстрому и расскажу вам одну историю. На данный момент, ну, прямо сейчас, в этот момент, когда я снимаю, должен выйти уже был мой влог. Знаете, почему он не вышел? Ну, прошлый, который был. Скорее всего, будет так. Знаете, почему он не вышел? А потому что мама кашляет, когда я снимаю видео. А потому что я его перерендериваю уже четвертый раз. Ой, тьфу, третий раз. Третий, представляю, третий. Первый раз заглючила система. Хорошо, ничего страшного. Ну, еще раз перерендериваю. Оно не сохранило, во-первых, последние некоторые действия. Еще раз рендерили с этими несохраненными действиями. С некоторыми кусками в концедии я тупила и выключала камеру в этот момент. Потом, я же сегодня перекидываю маме влог. Думаю, ладно, сегодня уже опубликуем. Хорошо. Захожу, шпили, проверять. Несохраненные действия. Классно. Смотрю, ну, как бы, перерендериваем еще раз. Сейчас он снова рендерится. Поэтому влог, наверное, будет аж сегодня, немножко попозже. Ну, это ж капец какой-то. Я не знаю, ну, что это вообще такое. Короче, мне уже нужно бежать на танцы. Уже полтретьего. И, во-первых, на дорогах сейчас снег. И поэтому нужно ехать медленнее. Поэтому все, я побежала. Пока, встречаемся на танцах. Как слышите, я уже пришла на танцы. Мне никто не захотел подыграть. Типа, они занимаются чем-то. Все кричат, как всегда, в принципе. А я молодец, я не опоздаю. Смотреть вам. Нет, я купаюсь. Купаешься? Да, видишь. Ну, короче говоря, вот, я пришла. Я молодец, умничка. Что это вообще такое? Почему оно здесь? Как-то так сейчас будем заниматься, танцю. Вот, и все, меня опять поставят в третьей линии. Я, в принципе, привыкла, знаете. Ладно, на самом деле я не привыкла. Ну, короче, все. Вот, ставьте мне лайки, я пошла. Мальчиков. Короче говоря, мы вот проснулись. А что ты на меня чихаешь? Проснулись мы еще час назад. Нам нужно было просто полежать и потом пить. Короче, я вчера после танцев была очень уставшая. И я уже ничего не сняла, особенно мы вчера сняли видео для канала Дили Плей Геймс. Да, я сама в шоке. Это стратегические мои носочки с вечера. Так что это нормально, что они у меня там лежат. Это так. Короче говоря, собака не разрешает никому кататься на горке. И только что минут 10 вот тут вот стояла. А мы же хотим кататься. Ну, понятно. Короче, вот раскатываем горку. Бабушка нам помогает стараться делать какие-то лестнички. Да, бабушка? Да, да. Извиняюсь, конечно, за это качество, что я сейчас сижу в машине. И за мой маникюр, который сейчас будет показывать новую посылочку. Мне пришла посылочка. Я сейчас открою. Во-первых, мне нужно проверить, что там все ли пришло, все что нужно. И плюс мне очень хочется. Мне прям руки чешутся прям сильно. Короче, я сейчас открою, а дома я потом поподробнее покажу. Сейчас, вот, надо курточку поправить. Ну что? Я так ждала эту посылку. Мы ее забрали до... Нет, за 5 минут до закрытия новой почты, куда мне она пришла. И вообще, она мне пришла еще 10 числа. Сегодня 13-е. Я ее так сильно ждала. Я прям ее... Или нет, сегодня 14-е. Сегодня 14-е. Я ее прям сильно ждала. А она, оказывается, пришла еще 10-го числа. Мне пришло сообщение на Алиэкспресс, что ваша посылка пришла. Но новая почта или там Укрпочта, на которую приходят посылки, ничем мне еще не написала. Но это я, оказывается, она написала, и я просто не увидела. Класс, да? А, смотрите, тут пакет в пакете. Тут еще куча маленьких посылочек. Я, короче, заказывала посылки с разных магазинов. Ну, товары с разных магазинов. А я так поняла, что они мне все упаковали в одно, да? Давайте распакуем вот это вот. Тут вообще что? Ёшки-матрешки! Добрый вечер! Добрый вечер! Здрасте! Так как вы знаете, что у Лили завтра день рождения, мы уже потихонечку готовимся. Вот. Завтра, то есть сегодня, поэтому можете ее поздравлять. Я ни на что не намекаю. Да. Ой, да я не миленький. Нормально, у меня классный тут ракурс. Мама, ты знаешь, какой кидалово тут посылка в посылке? Ну, так прикольно, пока ты уже дома открыл. А я хочу. Я хочу только одно вот это вот открыть, потому что мне интересно, что здесь. Меня подсветили. Ой, это-это милашка! Да. Я одно распакую. Смотрите, это вот такая вот миленькая заколочь. Вау, это так миленькая. Вот. Свит. Есть такая, была розовая, красная, или вот такая вот голубенькая. Я решила голубенькую, потому что вон она прикольно подходит к моим волосам. Я думала, она будет побольше. Она такая маленькая-миленькая. Все, давайте будем распаковывать. Итак. Энники-вэнники-вэнники. Будет это. У нас даже не долетело. Итак, я здесь даже приблизительно, честно, не знаю, что здесь может находиться. Открываем вот так вот. Я заказывала несколько посылок на одном магазине. И мне его, скорее всего, объединили вот... Короче, здесь куча посылок с разных магазинов. Но мне их все отправили в одну, потому что я заказывала приблизительно в то же время. Посмотрите только на вот это. Какие они большие! Мне это нужно срочно надеть. Капец! Капец! Это, короче, вот такие вот сережки. Я их очень хотела. У нас в магазинах... Когда я увидела, что на Алиэкспрессе не стоит намного дешевле. Ну, например, у нас в магазинах стоит, ну, представьте себе, 150. А на Алиэкспрессе 50. Поэтому, как бы, так выгоднее намного. Посмотрите, какая это красота. Офигенно. Ха-ха! Вот это крутота! Посмотрите. Не, ну это вообще что-то. Они так круто блестят. Прям вообще, я так поняла, что здесь есть защитная такая плёночка. Но я её пока снимать не буду. Я её сниму за кадром. Не, ну вы посмотрите на эту красоту. Это я уже немножко сюда залапала. Вот. Очень красиво смотрится оно ещё с блестяшками такими. Прям вообще классно. А-а-а! Я так довольна! Класс! Они такие большие. Я думала, они будут поменьше. Но наоборот, это круто. Вообще классно. Так, я второе ухо оставлю ещё для нечто другого. Это я потом поснимаю эти плёночки. Нелегко так снимаются, вот. Так, продолжаем. Давайте начнём с маленьких всех посылочек. Вот, с вот этого вот всего. Кроем ещё это. Не, ну я не знаю, что даже... А, это вот, это пустая. Это я вскрывала. Думаю, есть. А, я это только шоу вскрыла. Я думала, уже что-то потеряла или её отправили просто. Так, вскрываем дальше. А-а-а! Смотрите! Это вот такие вот просто бомбические колечки. Это для заплетения косичек. Знаете, как добавлять сюда в косички? Я потом покажу, как оно классно выглядит. Я заказала не золотые, я заказала такие, типа, серебряные. Очень давно хотела. Их здесь достаточно много. Реально их тут много. Их вроде бы здесь под 50 штук, я не знаю. Вот, и, кстати, они неплохого такого качества. Ну, вот они, какие-то такие. Кстати, большие я как раз такие хотела. Дальше давайте... Что? Давайте ещё вот такой вот поменьшим. Я знаю, что здесь уже. Я нащупала. Та-дам! А это такие штучки, чтобы выдавливать прыщи. Ладно, на самом деле, такие штучки, чтобы выдавливать чёрные точки. Так как вы знаете, что, возможно, не знаете, прыщи формируются из чёрных точек. Если вовремя заметить чёрную точку и её просто выдавить, но выдавливать её нужно специальными штуками, то прыща не будет. То есть, лучше выдавить одну чёрную точку, чем потом мучиться с прыщом. А у меня ещё и кожа очень нежная. Например, вот этим вот прыщам им уже по полгода. А выглядит, как будто они только выскочат. Вот здесь я, честно, не знаю, что может быть. Возможно, опять какие-то штучки интересные. Мои лапочки пришли! Да! Я не думала, что они здесь. Это офигенные просто законочки. Вот по-другому сказать не могу. Они очень красивые. Прям очень. Просто посмотрите на эту циацию. Они прям вообще... Они такие блестящие, переливающиеся, с каким-то градиентиком. Мне оно похоже на какое-то облачко. И вообще, они прям такие, как я их и видела. Их просто вот так вот типа хоп! Вот. И красавчик. Но это нужно делать на ровные волосы, распущенные, то есть. Они такие тут плотненькие. Но видно, что качественно выполнены. Я специально заказывала что-то толстым, что было проверено. Здесь три разных варианта. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот прямой. И вот этот вот квадрат. Красота вообще класс. Но эти сережки это особенное что-то. Возможно, это самая большая посылка. Та, что я заказывала с одного магазина. А возможно и нет. Мои ножницы уже устали. Они не справляются с этой посылкой. Давайте, вы сможете. Я не нашла больших ножниц, поэтому маникюрные спасают. Мои лапочки пришли. Все хорошо. Объясните мне, пожалуйста, зачем вот такую вот большую посылку положили вот такие вот манюки. Короче, это тоже такие заколочки в виде мармеладных мишек. Посмотрите, какая лапочка. Такие лапочки вообще. Реально они какие-то такие классные, качественно сделаны, хорошо приклеены. Я буду еще тестить, как оно приклеено и не отпадает ли. Это тоже такие заколочки, которые вот так цепляются. Хоп. И вот. И вот такая вот получается красота. И еще одну такую маленькую невидимку. Вот здесь такой вот голубенький мишка. Вот такой вот голубенький. И вот тоже так вместе с этими большими так хоп. И вот и все. Я буду с ними сидеть. Они такие классные. Они такие тяжелые. Так, не надо напрягаться, надо радоваться. Итак, продолжаем тему мармеладных мишек. Это вот такие вот безумно просто милые, безумно милые медведи. Еще и там внутри блесточки. Я думала, они просто однотонны. Просто такая красота вообще. Очень они классные, очень милые. Я думала, они тоже будут побольше, но как раз они идеального размера. Они в таком кружочке, так как просто мишка, это слишком скучно. А когда этот кружочек испортится или что-то ему будет, я просто его сломаю. Правильно? Правильно. Такие хлопы вообще я сейчас одену. Что? Как вам такое? А, они безумно классные. Этих динозавриков я еще увидела у нас в магазине, ну, в Киеве, в торговом центре. Но они там стоили почти 200 гривен. А на Алиэкспрессе они 40 такое. Я такая думаю, да ладно, надо, мне надо. Так же, как и с этими произошло, мне надо. Почему-то на камере он выглядит не настолько неоновым. А на самом деле он прям такой неоново-неоново-оранжевый. Да, серьезно, не так. Ну, посмотрите, тоже достаточно классная сережка. Вообще такая миленькая. А эти сережки, как вы уже поняли, для кого они. Эти сережки специально для Мажоренко. Они прям огромные. Это прекрасно, это просто вероятно. Невероятно, вот так можно даже сказать. Это просто гениально. Я прям так рада. Они очень тяжелые, кстати. Я не знаю, мне будет их удобно или нет. Твою ухо сказала, до свидания. Это что-то с чем-то просто. Как вам эта мажористость? Я похожа на мажористость? Эти сережки, кстати, самые дорогие из всех этих сережек. Они такие тяжелые, просто нереально. Но я чувствую, я прям чувствую себя мажором. Видите, сережки сразу за километр видно. Я сейчас, наверное, позову маму и посмотрим, что она скажет на этих сережках. Готова увидеть эту мажористость на высшем уровне? Да. Мажористость на максималках. Смотришь? Да. Один, два, три. Охо-хо! Смотри, волосы такие большие. Придупреждать надо. Я тоже не думала, что они такие большие. Смотри, мишки. Ой, мишки. Ну, там вообще-то, наверное, размеры были написаны. Мам, вот они, наверное, планичаны. Вот, это прикольные. А что они такие уже? Что-то подгорают. Смотри, корову забирают. Это пленочка защитная. Да, прикольно. Смотри, какие вот эти. Они вообще даже блестят. Классные, мишки. Ну, короче. Не, ну это вообще, это для богатой. Это я прям видела. Так, смотри, даже сквозь волосы видно. Класс. А уши тебя не тянет. Но что не сделаешь ради того, чтобы был крутой контент. Я видела когда-то на соревнованиях, как мы с танцами ездили, как девочки в этом танцевали. Представляешь? Я думаю, сумасшествует. А, кстати, у меня вот такие. Ой, как мило. Ух ты. Короче говоря, мы залили нашу горку водичкой. И теперь она стала в два раза прикольней. Потому что, во-первых, теперь можно кататься на жопе. И очень классно. Но, если минус, теперь нельзя кататься на санках. Потому что санки разворачивают очень сильно. И улетаешь в забор. Я попробую. Нормально. Мы залили сюда пять ведер воды. Пять. Больших ведер. Итак. Я хочу лежа. Приехали. Лили на вчерашний день рождения прошло успешно. Все прошло просто супер. Я очень устала. Все очень устали. Лиля проспалась сегодня до часу дня. Вот. Я уже была на горке. Уже покаталась. Так что мы будем кататься. А вы ставьте лайки. Ну, что? Ну, собачке можно поставить лайк. Правда? Лайк за собачку. Да, да. Я сейчас...